Пешеходные походы Это некие отличительные особенности, которые разграничивают его от других видов туризма. В частности, происходят они чаще всего в классических пешеходных районах, то есть в районах, относящихся к мелкой и среднегорью. Мелкогорья, напомню, это горные районы высотой до 1500 метров, среднегорья чаще всего высотой до 3000 метров. Все, что выше 3500 метров, в зависимости от широты нахождения горного района, относится к высокогорьям. Для высокогорий также характерен типичный высокогорный рельеф. Осыпи, скальные участки, ледники, снежники и т.д. Так вот, пешеходные походы равны, как и большая часть спортивных походов, бывают от первой до шестой категории сложности. Первая категория самая простая, не имеющая категорированных препятствий в своем составе по классике. Шестая самая сложная. Сложность похода будет зависеть от его длительности. Напомню, единичка 6 дней, шестерка минимум 21. Километража, единичка 100 километров, шестерка минимум 250. Районы путешествия, единички возможны везде, шестерки только в некоторых районах. Мы сегодня в процессе знакомства с районами обязательно рассмотрим, в каких именно районах возможны походы высшей категории сложности. И также ключевых препятствий на маршруте. Для единички препятствия не категорийные являются определяющими. Для шестерок, в зависимости от вида, препятствия 2B, 2A будут являться определяющими. На карте России давайте для начала рассмотрим, как расположены у нас районы. Пешеходного туризма. Сразу оговорюсь, у меня нет сегодня цели рассмотреть абсолютно все районы, чтобы сильно не задерживать вас и себя. То есть мы пойдемте по основным кластерам. Ближние районы со схожими условиями мы рассматривать не будем. Рассматривая район, я обязательно оговорюсь, на что же он похож. То есть какие районы аналогичны ему по условиям, по препятствиям, по категориям сложности маршрута. Начнем мы с Крыма. Цифра не обозначена, потому что это наш домашний регион. Тем не менее, мы с вами поймем, о чем мы говорим вообще. Цифра 1 обозначен Кавказский регион. Пешеходных туристов чаще всего интересует в Кавказском регионе Западный Кавказ. Начиная от Краснодарского края, заканчивая Приэльбрусьем. Начиная от Приэльбрусья до, фактически, Чечни-Ингушетии, Центральный Кавказ расположен. Там по большей части высокогорье, то есть препятствия и условия для пешеходного туризма нетипичные. Поэтому Центральный Кавказ мы, соответственно, рассматривать не будем. Восточный Кавказ по условиям и препятствиям примерно аналогичен Западному, во-первых. Во-вторых, его новое открытие, в частности, Дагестана, города Дагестана, произошло совсем недавно. То есть ходили советские туристы, а сейчас современные пешеходные туристы и активные туристы открывают Дагестан буквально недавно. То есть, начиная с 1918 года, 19-20-е, Дагестан начал активное туристское развитие. Поэтому информации еще не так много, чтобы вам ее преподнести, да, с точки зрения спортивных походов, в первую очередь. В принципе, исходя из условий рельефа и категории сложности определяющих препятствий, Восточный Кавказ, в частности, город Дагестан, примерно аналогичен Западному Кавказу. Поэтому будем рассматривать Западный Кавказ только лишь. Два. Большой-большой район Урала. С туристской точки зрения делится он на несколько подрайонов. Чаще всего выделяют четыре. Южный Урал, Северный Урал, Приполярный Урал и Полярный. Из этих четырех больших районов можно их объединить в два кластера. Южный и Северный Урал примерно одинаковы по географическим условиям категории сложных маршрутов. И Полярный и Приполярный тоже. Они на порядок сложнее. Мы рассмотрим в сегодняшней лекции Южный Урал и Приполярный. Номерок 3. Кольский полуостров. На Кольском район 1. Это Хибинские и Лавазерские тундры. Чаще всего их объединяют в отчетах названиях и походах. В общем, этот район называется Хибины. Его обязательно рассмотрим тоже. Циферка 4. Полуостров Таймыр. Там нас будет интересовать конкретный регион Платок Утарана. Циферка 5. Юг. Алтай. Очень крупный регион. Обвиняет в себя несколько подрегионов. Мы рассмотрим с вами Центральный Алтай. В частности, Чуйский хребет по большей части. Циферка 6. Рядом с Алтаем. Пятерочкой. Саяны. Саяны очень крупный район. Наиболее типичным и красивым является часть Западного Саяны Иргаки. Мы рассмотрим с вами Иргаки. Есть еще Центральный и Восточный Саян. В них тоже ходят спортивные походы. Огромный регион под номером 7. Перетаился при Байкалье и за Байкалье. Делится на несколько макрорегионов. Из этого большого региона мы с вами рассмотрим район Хамар-Дабан. Южное Прибайкалье. Рядом с Восточным Саяном. Совсем рядом. И классический район для самых сложных мастерских походов Кадар. Это классический Забайкальский район. Далее движемся на восток. По цифре 8 скрывается большой район Приморских гор наших восточных. Хребет Черского, Сан-Тар-Хаяца и так далее. Мы с вами рассмотрим Хребет Черского. Супер удаленные районы. Очень дикие, очень сложные походы. Но тем не менее нужно понимать. В чем их специфика. Самый восточный район. Один из самых восточных в России. Камчатка. Опять-таки делится на несколько субрегионов. Мы с вами рассмотрим Камчатку в целом. Чтобы понимать, какие там ключевые особенности. К Камчатке также, цифрой не обозначен, относится субрайон Курильских островов. Очень интересный, экзотичный район. Мы его тоже с вами рассмотрим сегодня. В обзор не стал включать зарубежные районы пешего туризма. Потому что лекция бы сильно затянулась. Из-за рубежки, куда реально ходят? Возможно, да, ходить. Карпаты, это Украина. Знаю о пеших походах по территории Армении. Фактически условия аналогичны Восточному Кавказу. Казахстан, Таджикистан. Стильные походы тройки очень интересные. И Ликийская тропа. Последнее время спортивные походы не встречались. Условия, по сути, аналогичны нашему Архизу. Ну, плюс-минус. То есть, географически почти то же самое. Вот так. Если будет желание, рассмотрите их самостоятельно. Ну, в частности, как бы специфичными являются только регионы пустынных степных походов. То есть, в Таджикистане хребет Капиддак и в Казахстане еще есть. Основное все, как бы, в классические районы пеших туризма не входят. Но, по большей части, дешевле и проще с точки зрения пересечения границ путешествовать спортивным туристам по России. Поэтому мы рассматриваем районы России. Поехали. Как мы будем рассматривать районы, собственно говоря? Название района, естественно, будет выведено. Высоты преобладающие. Растительный покров. Насколько продолжителен сезон походов. Максимальная категория сложности, максимальная трудность типичных для региона препятствий. Ближайший для крымчан логистический центр. То есть, абсолютное большинство наших слушателей из Крыма. С точки зрения логистики, я для дальних районов очень-очень склоняюсь, конечно же, к доставке самолетом. Это сильно быстрее. Но, с моей точки зрения, проще сэкономленное время потом потратить на заработок средств для дальнейших походов. Но, с моей точки зрения, это эффективнее точно, чем трястись неделю в поезде, пытаясь доехать до гор Сибири или Алтая. Каждый, конечно же, решает сам. Поэтому логистика у нас будет привязана к ближайшей точке, на которой можно долететь самолетом из Крыма или прямым. Это большая часть районов. Или с пересадкой через Москву. Начинаем. Родных наших крымских гор. Классический, на самом деле, район для походов начальной категории сложности. Ходят не только и не столько крымчане, а все жители, спортивные туристы европейской части России. Почему? Потому что очень широкий сезон. То есть, на майске реально комфортно. Можно, пожалуй, в России ходить только по Крыму. Поэтому майские у нас очень сильно качают именно из-за этого. Крымский город носится к Милкогорью. Высоту до 1500 метров. Я округляю, чтобы примерно понимать порядок цифр. То есть, я точные цифры нигде не привожу. Смешанные леса. То есть, северный склон, лиственный, южный, койный. Сезон с апреля по октябрь включительно. Очень широкий сезон. Он очень нетипичный для российских районов пешеходного туризма. Поэтому это наше очень важное преимущество. С точки зрения спортивных походов в начальных категориях сложности. Максимально третья категория сложности. Появилась она в 2016 году. Она такая немножечко, на самом деле, притянутая. По сравнению с более классическими российскими районами. Тем не менее, есть перевалы, входящие в зачет до 1Б, каньоны до 1Б. То есть, это наши два классических препятствия. Филозор, оговорюсь. Я знаю, что есть перевалы сложнее и каньоны сложнее. Но, поскольку мы рассматриваем пешеходный туризм, то, что идет в зачет, это вот тот максимум. То есть, в тройке будет максимально идти в зачет перевал 1Б и каньон 1Б. То есть, даже если вы пролетите перевал 2А, он засчитается как 2А, он будет все равно идти как бы в баллы, так 1Б. Поэтому, по остальным районам, такая же логика классификации. Фотки я вынес в отдельную подборку, чтобы это было удобнее. Большой каньон Крыма на фото. Это классическая местность каньона Дина. Люди поднимаются на верхнюю платочку Трага, в частности, заходят на Экклезин. Это вид на Судак с горы Георгий. И классический вид наш с Кушкаи на Астминскую бухту и горы Ильяская. Поехали дальше. Дальше у нас с вами идет Западный Кавказ. А логика какая построения нашей лекции? То есть, прошу прощения, мы с того пошли. А логика построения нашей лекции какова? То есть, мы идем от наиболее близких районов Крыму к наиболее дальнему. Географическая у нас получается ориентация. Западный Кавказ чаще всего Среднегорье имеется в виду. То есть, пешеходники тоже могут вылезать на ледовые перевалы, но в этих условиях это не самый продуктивный вариант, на мой взгляд. Я чуть позже объясню почему. Среднегорье и Кавказское высотой до 3000 метров вообще. Есть участки до 3500 метров. То есть, они уже входят как бы в высокогорье. Смешанный лес по большей части. Чаще всего это хвойные. По долинам лиственные тоже бывает. Ну и соответственно, наверху горные луга. И просто осыпи. Классический высокогорный рельеф, скажем так. Сезон с июня по сентябрь включительно. Можно тут со мной поспорить и говорить, что в Адыгею можно ходить в мае. Конечно можно. Только это межсезонный поход. И нужно быть готовым. Горязи, снега, дождю, повышенному уровню воды в реках и так далее. Вы должны еще понимать важный момент с походами в Среднегорье, что чем ниже мы находимся, тем мягче там будут условия в начале сезона. То есть, в июне в Адыгею уже норм. Но в июне где-нибудь в районе Киберде-Учку-Лана еще может быть такая плотная зима с мокрыми лавинами, со снегопадами. Ну то есть, потому что повыше и посуровее немножко. Ближе к большому холодильнику под названием Эльбрус. По сентябрь то же самое. То есть, естественно, что в сентябре где-нибудь в Киберде уже вполне могут быть продолжительные снегопады. И минуса на перевалах днем это вполне может быть. В Адыгею все еще мягко и хорошо. Потому что ниже и ближе к Черному морю. Который является большим аккумулятором тепла. Максимально до четвертой категории сложности сразу оговорить, что в категоризации маршрутов Западный Кавказ обладает очень малым коэффициентом труднопроходимости. Что делает четверку очень сложно реализуемой. Условия Западного Кавказа. Получается, что вроде по препятствиям набираем, но чтобы набить больше баллов за протяженный, нужен больше километраж. В условиях Среднегорья это тяжело. Нырять из долины в долину, большие перепады высот. Перевалы до 2А есть. По большей части они ледовые, не везде. Есть снежно-осыпные классические. Вершины до 1Б. То есть район Среднегорный. Соответственно, определяющие препятствия являются горными. Также есть каньоны переправы, безусловно. Но они не являются ключевыми в данном районе. Логистический центр для крымчан Краснодар, конечно же. То есть по большей части приезжаем в Краснодар, а оттуда разгазываемся уже через трансфера в долину, которая нам нужна. Как вариант, еще можно, конечно же, подъехать к горам ближе. Кисловодск, Невинный мыс, Пятигорск. В пересчете примерно то же самое, но, как бы, в принципе, да, на автобусе тоже можно. В Краснодар просто крупный хаб, соответственно, цены на трансфер там будут ниже, чем на местах. Фоточки смотрим Западного Кавказа. Фоточки, смотрите, по дальним районам из интернета, по тем районам, которые я был, с моих походов. Западный Кавказ. Классический вариант Западного Кавказа – это Архиз. Троечка там заходит замечательно. Вот мы ползем на перевал Федосеева. Внизу долина реки Ичикста, полторы тысячи метров. Мы ползем на три потихонечку. Ну, то есть масштаб себе представляете. Вот он, хвойный лес, да, по долинам. По долинкам где-то чуть-чуть есть лиственного, по некоторым, вот он светленьким выделяется, видите, да. Томненький и хвойный, соответственно. Вот мы в зоне горных лугов ползем к перевалу. Наша группа на перевале, наверное, этому Гвал, скорее всего. Это северные склоны хребта Бешера-Ахуба, который нависает над долиной Речи-Пстыль, собственно. Ну, как бы классический такой район. Точка классно, красиво, при этом доступна. Мы шли в горную единичку, да. То есть для походов начальной категории сложности в горных это район тоже подходящий. Начиная, конечно, с двойки, стройки, тем более лучше уходить куда-то ближе к Калибруту. Дайджест про горные походы небольшой. Тоже регион Архыс. Вид с перевала Речи-Пстана на долину одноименной реки Речи-Пстана внизу. Опять-таки мы видим хвойный лес, поднимающийся по склонам Хета-Бешера-Ахуба. Это все он же, достаточно крупное образование. Дальше горные луга. Вдали мы видим вершины Главного Кавказского хребта. Там уже больше снега появляется. Где-то вот в левой части вообще совсем много снега. Там уже трех с половиной тысячники и вершины более значительной высоты. Долина реки Абгара на снимке. Видите, уже появился лиственный лес. Она чуть пониже, чем Речи-Пстан. 1200, по-моему, где-то так. То есть мы, собственно, под район Архыза вышли в долину в итоге Большой Лобынь. Еще один знаковый момент. Это фото с перевала Крит-Куа, он же Седой. Вот эти два озера Загеданские озера. Там где-то вдали Главный Кавказский хребет идет. Вот так все красиво и интересно. Ходите по Западному Кавказу, он близко. Ходить туда быстро, то есть быстро добираться и недорого. Очень красиво, спортивно. То есть пешки до тройки там залетают легко. Четверка дискуссионный момент. Тройка прям очень хорошая, рабочая, с веревками. Ну, то есть класс. Так, Кавказик закончился, движемся дальше. Дальше мы с вами движемся на Южный Урал. Классический район для пешеходного туризма. Что еще, ребят, важно знать об Урале? Урал является очень мощным центром спортивного туризма в рамках страны. Куча клубов. Клубов мощных, клубов городских, клубов местных организаций, и клубов при учебных заведениях. Масса МКК разного уровня. Ну, то есть прям спортивный туризм очень круто развит. Ребята очень быстро прогрессируют. То есть мой знакомый там начал с Южного Урала заниматься спорттуризмом. В 2018 году, сейчас он уже дорос. В горный клуб сразу пошел. Сейчас он уже дорос, в принципе, до почти первого разряда, до второго. Будто они в троечку или в четверочку идут куда-то в Азию в этом году. Ну, то есть прям хороший спортивный уровень, сильные клубы. Молодцы. Уральцы прям, сила. Весь Урал, не только Южный, это Мелкогорье. Высота до полутора тысяч метров, самый максимум. Там в реальности ремель, что-то 1250 или 1300 метров всего-то. Ну, то есть невысоко. Хвойные леса, то есть это зона, как называемого, таежного мелкого Среднегория. Во многих образцах туристской литературы есть такая простая фраза. Таежное Среднегорие. Вот. Только тут не среднее, а мелкого горе, но тем не менее таежное. Сезон примерно тот же, что и на Кавказе. Обусловлено это чем? Мы не сильно забрались еще в Сибирь. Еще не так холодно. В то же время Урал расположен достаточно как бы вытянута. То есть Южный Урал, он не очень северный. Все имеют ввиду, что он широтно расположен ближе к экватору. Поэтому сезон достаточно широк на Южном Урале. Максимально до троечки на Южном Урале, равно как и на Северном. Большевыми препятствиями для данного района являются траверсы 1А категории сложности и вершины 1А категории сложности. В большей части траверсы и вершины состоят из Курума, то есть из крупной слежавшейся гранитной осыпи. Сейчас на фоточках увидим все это. Логистика с Крыма супер простая. Челябинск, Магнитогорск, ЕКБ, если это Северный Урал. Прямые самолеты недорогие. То есть если кто-то соберется повезти нестандартную тройку не по Крыму или не по Западному Кавказу, Урал это ваш вариант. Нужные особенности. Единственный момент. Клещи. Поэтому обязательно прививки. А так, ну как бы классический район Урала очень красивый и доступен. В принципе, то есть тройка получается из-за того, что район уже таежный, да, там больше баллов за протяжонку и как бы по локалкам можно сильно не напрягаться. То есть можно, в принципе, без веревок тройку пройти рабочую вполне нормально. Смотрим фото Нижнего Урала. Ну такого рода, в общем, район. То есть видите, он невысокий. Там вот вдали какой-то городок виднеется. Вот он, гранит сложенный и по большей части хвойные леса. Ну вот тут где-то лиственное небольшое деревце выросло на фото. То же самое. То есть видите, горы сравнительно невысокие. То есть этот хребет где-то высотой может до тысячи метров всего там. Такие красивые как бы просторы. Леса, поля, горы невысокие. Очень красиво осенью. То же самое примерно. Вот фото. Это круглица. Это опять-таки в районе Еремеля вершина. Видите, она покрыта осыпью кся. Это вот и есть вот самый курун. Фактически это крупный снижавшийся гранит. Классические вообще препятствия для пешего туризма. Поэтому важно его знать. Опять-таки хвойные леса. Красивый, доступный и спортивный район классический. Для пешеходного туризма. Поехали дальше. Приполярный Урал. Вторая крупная часть кластера уральского. Приполярка классический район для сложных категорийных походов. Вплоть до шестой категории сложности. Так же так получается. Сейчас мы узнаем. Это тоже мелкогорье. То есть весь Урал обладает примерно одним возрастом. Это древние горы, поэтому они невысокие. До полутора тысяч метров. Народная чуть больше полутора. Но тем не менее это мелкогорье все еще. Тундра. Потому что приполярный, то есть околополярный. И хвойные леса по долинам. Иногда встречаются лиственные, но немного. Сезон с июня по сентябрь опять-таки с допущениями. То есть бывают мокрые годы, бывают снежные. То есть июль не догма. По большей части, чтобы вы понимали, все походы восточнее Урала, включая приполярку и хибины, классические, сезонные, это июль-август, два месяца. То есть июнь так, сентябрь тоже как попадешь. Вроде еще может быть тепло хорошо, но могут быть там и дожди, и минуса, снега, погода. Далека от стабильности. Максимально для шестой категории сложности. То есть приполярный Урал район достаточно сложный. Перевалы до 2Б, соответственно, тут есть. Вершины до 2А. То есть по большей части определяющими препятствиями района являются перевалы и вершины. Классическая вершина, например, Монорага. Мы ее увидим. Есть прямой самолет Симферополь-Сыктывкар. Это очень удобно, чем подъезжать несколько суток на поезде. То есть до Сыктывкара можно долететь около 4 часов. Я уже смотрел там планету. А потом, да, ну там уже как получится, что там у нас, до Инты можно доехать на поезде. Ну там поезд, в общем, идет до Воркуты, по-моему, да, до Воркуты. То есть он как бы следует вдоль Уральского хрита, как раз-таки. То есть на поезде еще около, там, пол, чуть больше, чем полсуток. 12, там, 18 часов, 17, в зависимости от точки выброски. Что неплохо, согласитесь, получше, чем трое суток. Смотрим фотки при Полярке. Классический район. Наши туристы из Крыма очень много ходили туда. И самостоятельно их сотрудничали с туристами из Тулы. Поэтому надо понимать, как все выглядит. Видите, он такой, опять-таки, хвойные леса, по большей части. Вот тундры появляются уже наверху у нас. Тут лето, поэтому тундры не такая красочная. Монорага везде, видите, доминирует. Красивая очень гора. Вот-таки классическое препятствие. Ну и очень-очень мощные реки. Да, почему-то забыл, что переправы там бывают уже, как бы, небе лежачего. Классическим вариантом похода на приполярный Урал, кроме всего прочего, является прохождение пешеходного кольца, потом сборка катамарана и сплав до железнодорожной станции. Вариант очень интересный. Комбинированный поход пешеходный. Полярку посмотрели. Едем дальше. Польский. Он же известен под, как бы, зунтичным термином хибины. Это мелкогорье тоже, что очень древние горы, еще и выровненные ледником. Высота до 1200 метров всего-то. Вы не будете подыхать там от горной болезни, так далее, от недостатка кислорода. По большей части тундра, смешанный лес, ну как опять, преобладает хвойной, иногда есть лиственные местами. По большей части, конечно же, хвойни в низинах, но лиственные тоже встречаются, ну как бы, не нулевой процент, а вот далеко. По верхам тундра, конечно же. Зон с июня по сентябрь опять-таки. То есть в июне свои моменты, очень много снега, хотя лавины уже все сошли. Ну то есть мокро, в зависимости от маршрута. Сложные перевалы, они все закрыты снежниками. В сентябре хорошо, вот мы ходили в 20-м году в сентябре. Первые две недели супер, все еще тепло, при этом гнус уже подзамерз, его не так много. Минимальное количество снега на перевалах, много ягод, класс. В конце, единственное, пару-тройку дней уже ночью был мороз, и утром было очень холодно. Ну как, относительно предыдущих дней. То есть нужно прямо одеваться с утра и шуровать, потом раздеваться. Немножечко неудобно. Максимально до четверки, то есть есть рабочие перевалы 2А. В Хибинах они представляют собой по большей части перемерзшие такие снежники, где нужно или спускаться на ледорубных крестах, если вниз, или наверх, если подниматься, то в кошках с ледорубами. Ну то есть такая снежно-ледовая техника по большей части. Вершина Д-1Б тоже есть. В принципе, альпинизму в Хибинах достаточно много лет уже. Активно он там развивается, потому что район доступный, транспортно в том числе неплохо освоенный. Вот, вершины. Переправ сложных практически нет. Шворы невысокие. Площадь водосбора, соответственно, незначительная. Ну, одна переправа 1Б у нас была, вот в походе. Ну, как бы, это скорее исключение, а остальное все проще НК-1А. Логистический центр. Единственное неповторимое для нас это Мурманск пока что. Прямые самолеты, потому что есть. Опять-таки, 4 часа, и вы в Мурманск. Там подъезжать там 200-250... по большей части от 200 до 250 километров до старта маршрута. Совсем близенько, очень хорошо, удобно. Скоро запустят поезд, можно будет на поезде приехать тоже. Смотрим фотки с Хибин. Котки с Хибин с моего похода, этого года. Классическая история. Мы стоим на перевале Куам-де-Спахк. Перевал Шаманского бубна. Там мы заходим в первый под район Лавозерские тундры. То есть тундра вокруг нас. Видите, ягель, то есть мох, да? Приполярный, полярный. И опять-таки, россыпи Курунника. Классический такой вообще вариант. Шествуем траверсом реки Кольёк в сторону перевала Левачоп-Центральный 1Б. Тоже классическая история. А вот он, снижавшийся курунник, видите? Покрыт он опять-таки тем же мухом-ягелем. Вот она, березка появилась. А на той стороне классический смешанный лес. Лиственно-хвойный. То есть там вкусненькие какие-то. Да и березочки, липы, ольха такого плана растения. Ну и на центральном, на перевале Левачоп-Центральный, точнее, подписано, да? Долина реки Север-Долюбьёк, озеро Иманы. Очень много озер. Есть топи, есть болото. То есть район, конечно, с водой проблем никаких не имеет. Классический тоже вариант. То есть мы обходим перевал земляный и движемся к перевалу исток. Облачность села, видите? То есть погодочка резко изменилась. Таким образом выглядят Хибины. Тоже очень доступно, красиво. Четвёрки тоже возможны вполне. То есть если на Западном Кавказе натяжечку, то в Хибинах из-за чуть большего коэффициента сложности района будет попроще всё это сделать. Плато Путарана тоже достаточно близкий к нам район. Эзотичный и красивый. Ну и на Кавказе высота до 1700 метров всего-то. Тундра, Хвойные леса, по большей части. Листных уже нет, потому что хорошо так северное, близко северные ядовитые океаны. Нет тёплого течения, в отличие от Кольского полу. Сезон с июня по сентябрь опять-таки тот же. Ну, с теми же допущениями. То есть в сентябре морозы, в июне ещё много снега. Максимально для пятёрки бывает на плато. По большей части это каньоны и переправы. Основные препятствия, то есть сложных перевалов и вершин не так много. Агнистика Норильск. Не смотрел прямые самолёты, но из Москвы есть тачно. Может быть даже из Симферал уже есть. С Норильска несколько сот километров до старта маршрута. Это выглядит плато Патарана. Плато Патарана выглядит очень интересно. Покажу сейчас мало. Красивые троговые долины. То есть вот как ледник шёл, видите. Горы порезали. Горы тоже очень древние. Мощное плато. Интересные такие резкие склоны. Очень живописно. Очень экзотичный район. Красивые. Много озёр. Мощные реки. Паньон. Сейчас как раз покажу. Ну вот такого формата, да. То есть получается поднятие произошло. Видите, платообразные вершины, но они приподняты над рельефом очень мощно. Троговая долина там супер вообще классическая. Ну как ледник лежал, видите, он порезал с кончики. И потом отступил. Но тем не менее, очень вот такой интересный. Красивый. Приятный район. Ну, единственное, с логистикой, конечно, дороговато уже получается на этом уровне. Так. Бессмертная классика пешего и горного туризма и водного, вообще туризма, спортивного в России, это, конечно же, Алтай. Алтайские горы, по большей части, центральный Алтай, имею в виду, попадают под определение высох и горе. Высота до 4,5 тысяч метров. Плюс, поскольку мы удаляемся на восток, мы удаляемся в более суровые и холодные регионе, соответственно, снеговая линия там на этой же широте уже чуть ниже, чем на Кавказе. У них леса, высокогорная тундра, высокогорный рельеф, классика. Сезон тот же самый, с теми же допущениями. То есть, внизу нормально в июне, наверху зима, сентябре тоже самое. Максимально до шестерки на Алтае пешей. Перевалы до 2b. Я знаю, что на Алтае есть перевалы и 3b, и вершины более сложные. Но мы рассматриваем максималку, которая идет в зачет пешки. Вершины до 2а и право до 2а. То есть, три кита, на которых держится категорирование пешей Алтая. Логистических центров массы на Алтае, то есть, КБХ бы определены каким образом? То есть, если вы посмотрите, значительно ближе к Алтаю находится, например, в Алтайском крае город Бийск. Либо, что еще лучше, горный Алтайск. Но, но, до Новосибирска, Симферополя, значительно больше прямых аэсов. А там, где конкуренция, там ниже цены. И трансфер на Алтай в пересчете будет дешевле, чем сэкономить деньги на перелете до Бийска и потом ехать на Алтай. Потому что, опять-таки, Новосибирск это 2 миллионник, конкуренция выше, предложение больше. Цены ниже. Смотрим, красивый Алтай. Алтай, Алтай. Вот он, наш Алтай. Суперски. Очень классно все выглядит. Озера Акимская, Шавлинская. Мощные перевалы. Все. Красота да и только. Собираюсь в этом году. Очень надеюсь, что выйдет. Прикоснуться к такой классике. Такого формата. Смотрите, белые стены уже высокогорные. Долины при этом не супер масштабные, да, не кавказские днить, слава богу. Но, как бы, очень такой классный райончик. Суперские такие озера. Замыкаются мощными горами. Жаркие. Жаркие. Очень-очень крутой район. Помечтали о Алтай. Смотрим. Яркого представителя от района Саян. Западный Саян. Так, Западный Саян. От Среднегорье. Высота до 2,5 тысячи метров всего-то. Ну, там есть Мангун Тайга под 3. Ну, все еще Среднегорье. То есть, я конкретно беру Ергаки сейчас. И фотки будут тоже с Ергак. Плодня леса горная. Тундра. То есть, Тундра по верхам горная. По низам Тайга. Вот это Таежное Среднегорье, как оно есть. Вообще, супер классическое. Сезон. Видите, уже сузился. С июля по август. Потому что мы еще дальше продвинулись на восток. Там еще холоднее. То есть, у нас в России природные зоны с широтного расположения постепенно разворачиваются на Долготное. То есть, в какой-то момент у нас начинает холодать не только при движении на север, еще и на восток. Поэтому два месяца сезон. Вот супер классика. Все говорят, что раньше июля, ну, типа, очень холодно, много снега и очень большой уровень воды в реках. Имейте в виду, если соберетесь. Максимально до пятерочки на Западном Саяне, что тоже очень неплохо. Есть отдельные перевалы до 2Б. Вершин до 2 очень много. В частности, если говорить о Иргаках, это классический вообще вариант среднегорного альпинизма. То есть, маршруты вплоть до шестерок альпинистские есть. В плане, набить как бы малых вершинами, это никакого труда не составляет. Логистический центр для поездки на Западный Саян и на Красноярск. Собирались вроде бы запустить еще прямой самолетного вставить в Абакан. Но он будет, скорее всего, дороже, чем долететь до Красноярска и оттуда автобусиком до Абакана подъехать. С Абакана до Ирга 3 часа, 3-4, в зависимости от старта. Смотрим красивый Западный Саян. Западный Саян есть планы ввести в 2022 году. Если в 2021-м удался сходить на Алтай или хотя бы на Кавказ. Под район Иргаки, да, в частности. Такие очень специфичные горы, видите. То есть, тоже как бы следы древнего лезнения есть. Тем не менее, гранит очень плотный. И получились такие вот скальные стены интересные. Собственно говоря, по ним сложные альпинистские маршруты и проходят. Абсолютно, мне кажется, крышесносный рельеф. Очень красиво. Все это в обрамлении Средневорной тайги. Класс вообще. Воды хватает тоже. Ну, вот сверху, да, вот такие вот стены скальные. Вот такая история. По большей части, это природный парк Иргаки. Ну, там даже для четверки не хватает. Нужно с Арданским хребтом его объединять. А, последняя фото, прошу прощения. Такие останцы гранитные. То есть, горы Сибири, в частности Иргаки, они считаются древними по возрасту. Но из-за того, что достаточно плотные породы их слагают, получились такие вот интересные стены. В общем, все это, конечно, захватывающе. Камардабан. Это уже у нас представитель Прибайкалья. Южная Прибайкалья. Очень интересный район. Специфичный. Это тоже Среднегорье. Высота всего лишь до 2,5 тысяч метров. Но тут уже трехтысячников никаких нет. Хвойные леса, Горная Тудра. Та же история. То есть, тоже Таежное Среднегорье. Сезон с июля по август, опять-таки, короткий. Потому что мы еще дальше продвигаемся на наступ к еще более холодным регионам. Максимально до пятерочки на Хамардабане. Тут уже нет сложных траверсов и вершин. Максимальная вершина 1А, максимальный перевал из логично проходимых 1Б всего-то. Баллы выручаем траверсами до 2А и суперсложными переправами до 2Б. То есть, кто хочет отведать много переправ, тем ждет Хамардабан. Там прям по 10 переправ в день. Таких 1Б, 2А пешком, с веревками. П-переправы, короче. Органистический центр, ближайший Хамардабан, Иркутск. Очень все удобно. Прилетаем в Иркутск. Потом садимся на электричечку до Слюдянки. Едем там несколько часов. 4, по-моему, или 5, что-то она там идет. Все, выходим и стартуем. Очень удобно. Уходим к Байкалу. Тоже на ЖД-станцию. И на электричке приезжаем обратно в Иркутск. Такая история простая. Как Хамардабан выглядит? Хамардабан древние горы. Поэтому никаких пиков, стен, сложных траверсов тут нет. Вот так вот все это выглядит. То есть все вроде бы не сложно. Пока не добрался до рек. Невысоко, видите, супер крутых перевалов нет. То есть да, есть вершины, есть перевалы, но они не сложные. Вот такой вот район. То есть в большей части все набирается переправами и траверсами. Сейчас сложность похода. Идем к классическим суровым горам. Кадар. Ух, зверский район. Очень сложный, очень крутой, очень спортивный. Очень умиленный. Это тоже Среднегорье. Высота до 3000 метров. Тоже самая история. Травежное Среднегорье. Это уже за Байкалье. От Красноярска примерно двое суток на поезде. И потом еще на забросочке несколько часов. И пошли. Сезон один месяц. Август. Исключительно. То есть я читал отчеты ребят, которые ходили больше месяца. Они начали чуть позже начала августа. В общем, в начале сентября я засыпала снегом где-то метр. Чтобы вы понимали. То есть это не шутки. Действительно сезон очень короткий. Как в принципе во всем за Байкалье тоже. В июле тоже бывают. Ходят ребята. Ну там опять-таки. Еще снег не ставил полностью. Не открылись все реки. То есть все это стандартная история. Максимальная до шестерки бывает в Кадаре. Перевалы до 2б супер крепкие. Есть в том числе и 3а. Вершины до 2. Переправы до 2б. То есть очень-очень мощный, серьезный пешеходный район. Логистический центр опять же Красноярск. Только если в случае с Дергаком мы ехали в Красноярск на юг. То в данном случае мы поедем в Красноярск на восток. Смотрим, как выглядит суровый район Кадар. Мощные пики. Серьезные маршруты. Сурово все. Мощное. Вистачие долины. Чарские пески. Очень интересный феномен. Во многих фото он встречается частенько. Вот это вдалеке Кадар. Чарские пески сформировались таким образом, что два мощных хребта Кадар с севера и южномуйский с юга сформировали очень... То есть они задерживают все осадки, которые в Байкале не супер многочисленные. Не сказать бы, что очень многочисленные. И создается из этого сухого микроклимата такая пустыня. Очень странно это выглядит, когда на фоне есть снежные горы. Но таких районов в России хватает на самом деле. То есть если взять какой-нибудь Тыву, там это тоже частая история. То есть степь и там на фоне горы с ледниками и со снежниками. Важная особенность Кадара это покровные ледники, которые не доходят до перевальных седловин. То есть как все это работает? Из-за того, что горы уже находятся в очень суровых районах. Там холодно, постоянно. И летом не столь высокая температура, чтобы эти ледники стаяли. То есть снеговая ледовая линия очень сильно понизилась. Седловины перевальные находятся где-то на уровне 3000 метров. Напомню, на Кавказе сейчас снеговая линия. Ну, больше трех уже поднялась. Тут вот, пожалуйста, 3000 метров. Вот они все ловинки перед нами. И покровный ледник лежит постоянно там на Кадаре. Ну, такой вот Кабул. Такой, в общем, суровый регион. Серьезный, в общем-то. Для мощных спортсменов. Едем еще дальше на восток и еще на север забираем. Хребет Черского. Это тоже Среднегорье. Высота до 3000 метров. Супер удаленный район. Очень-очень сложная логистика. Очень дорогой район. То есть добираться дорого. Там или Якутск, или Магадан. Потом ехать трансфером. Потом попутки за какие-то сумасшедшие деньги в долларах. Ну, то есть там прям очень-очень интересный район. И отличный. По большей части это уже Тундра. Хвойные леса иногда встречаются. Но сейчас фоточки посмотрим. Сезон короткий, естественно, август. Только лишь потому, что там Охотское море, которое, в общем-то, не оттаивает. То есть там льдины плавают круглогодично в нем. Просто там летом чуть меньше, зимой чуть больше. Потому что в холодное течение. Максимально до шестерки, естественно. Потому что удаленка Адская. Перевалы есть до 2Б. И переправы крепкие тоже до 2А. Логистический центр Якутск-Магадан. В зависимости от части районов, в которые вам нужно добраться. Смотрим Хребет Чешского, как выглядит. То есть видите, уже не так высоко. Не так жестко. Помягче. Да нет, не Кадар. Но тем не менее, есть мощные реки. Есть хорошие рабочие перевалы. Выглядит все очень интересно. Прикольно, но очень далеко. И, соответственно, из-за этого получается очень дорого. Сложность с логистикой уже. Потому что в районе вечные мерзлоты появляются. Сложность с трансферами, с нормальными дорогами и так далее. Камчатка. Район мечты. Все хотят. Камчатка. О, хорошо. Что у нас на Камчатке? Это Среднегорье. По большей части. Но есть участки Высокогорье. Высота до 4750 метров. Это вулкан Ключевская сопра. Сейчас Вы увидите, как это работает. То есть, вулканы, поскольку они по большей части действующие, они очень сильно возвышаются над окружающим рельефом. То есть, очень большой набор высоты на вершину получат. Там тундра и смешанные леса, по большей части. Но больше медведей. Сезон июля-август опять два месяца. Чуть-чуть шире уже сезон, чем в Забайкалье. Потому что мы приближаемся к относительно теплым морям. В частности, к Тихому океану. Максимально до шестерки, естественно. Потому что удаленный и сложный район. Перевалы на 2, вершины на 2б. То есть, два основных препятствия, которыми набиваются баллы. Логистика, естественно, Петропавловск-Камчатка. И дальше подъедем. Как выглядит Камчатка? Камчатка выглядит, конечно, грандиозно, на мой взгляд. Вулканы. Такие вот траверсы интересные. Вулканическим породам. Ну, тундрочка, видите, люди идут по тундре. Ну, таким образом, видите, то есть, окружающий рельеф вроде бы невысок. Это все еще Среднегорье. Но вулкан сильно возвышается над ним. И заходит, соответственно, в высокогорную зону. Очень легко. Та же самая история. То есть, вот он перевальчик, видите, невысокий. А набирать, ну, до вершины, ого, нужно. Набирать и набирать. Та же самая тема. То есть, вот он, вулканическое, да, образование. То есть, вот они, перевальчики ближние, хороши, невысоки. Но набирать до вулкана нужно неплохо. Очень классный район. Очень надеюсь, когда-нибудь туда попасть. Участникам или руководителям. Вот. В принципе, прямых самолетов вроде бы пока не было. Вроде или должны открывать. Если что, есть недорогие перелеты. Но там нужно за год покупать их из Москвы. Заканчиваем мы самым восточным районом российским. Это Курильские острова. Курилы, Курилы наши любимые. Это Среднегорье тоже. Высовало бы 2300 метров. Смешанные леса и луга. Курилы южнее находятся в Камчатке. Чуть-чуть ближе к более теплым регионам. В частности, походы проводятся частенько по острову Петруб. Он один из самых южных островов Курил. Которые принадлежат России. С тому же черты мусонного климата некоторые проступают. Появляются некоторые растения. Они типичные, скажем, для этой широты. Сейчас мы увидим на фото все. Сезон с июля по август. Важно понимать, что на южных островах постоянно много осадков. Дожди, туманы. И они распределены примерно ровно по году. То есть, нельзя сказать, что в какой-то месяц много осадков не поедем. А там в другой месяц осадков поменьше поедем. Это не работает с Курилами. Максимально до пятерочки. Классика по Итурупу. Там тоже есть вулканчики. И переправочки. По большей части так. Логистический центр в ближайшем городе Восток. С него есть самолетики. На Итуруп. И можно кораблем тоже добраться. Смотрим Курилы. Красота. Мне кажется, красота. То есть, вот они хвойники. Вот какие-то интересные растения. Мне незнакомые. Тоже какие-то хвойные, видимо. Но какие-то эндемичные достаточно. Зеленые луга, потому что очень много осадков. То есть, много воды. Выглядит очень экзотично, на мой взгляд. Побережье Тихого океана. Вообще, пушка, конечно. И, как бы, с точки зрения спортивности, не сказать бы, что он сложный. То есть, там не нужно прям супер, там, каких-то веревок. Много страховочного снаряжения. Ну, очень такое. Из-за того, что он очень экзотичный. В принципе, на Курилах можно остановиться. Это все, о чем я хотел сегодня рассказать. Спасибо большое за внимание. Видео, как обычно, выложим. Постараюсь я не забыть. И все это выложить в начале следующей недели. Дерево, спасибо за ваши поздравления. Было очень приятно. Все писали там в чате, в ЛС. Спасибо большое, что цените мои усилия. До встречи офлайн. Со следующей недели начинаем офлайн лекции. Всех буду рад видеть. До скорого.